Ну что, друзья, привет. Серёга опять сказал, вези меня на дачу, поэтому я сейчас посылочку отправлю. Беру с собой в эту трассу карачка, приправу и соль. О, а вот и вена. Ладно, Ленчик, мы погнали. Веник с собой прихватил. Порядочек наводить буду. Мясо. И что, ещё надо? И рублей 100 мне оставишь, 200. А, ещё соседушь, будет приятно, когда я приеду. Пообнимаемся с ним. Шучу. Пузырь, что ли? Да не, я просто на соседушку. Так, решётку Серёга мы сейчас возьмём. Опа, что у меня давление в шинах. На заправке как раз и качнём. Ё-моё. А, ну да, удачно. И там же возьмём решёточку. И тут уже движ-машин вроде как побольше. Транспорт ещё случайно не пустили, нет? Сегодня у нас какое число? Вторник после Пасхи. 21-22, да? А, нет, сегодня 21 апреля 2020 года. Полвторого дня. Полвторого. Мы только выезжаем у село. Вот такую штуку, да? Нормально в ней будет жарить, Серёга. Очень даже хорошо. Сколько? 202 гривны, да? Раз в неделю нужно жарко было. До одного. Какое-то колесо травит собака, наверное, да? Давление в колёсах поправили. Теперь сейчас на почту посылочку. И прямиком в село, да, Серёга? Да. Да, в родные места. А задача в этот раз будет стоять, вспахать огород и провести интернет. Это основное. Ну, а дальше уже, Серёга, сам себе хозяин. Надо штука не забыть сейчас, блин, деньги снять. Сейчас, кстати, деньги с карточки можно снять прям на почте. На почте надо, блин, не забыть. Главное, чтобы сейчас на почте не было народа, блин, немерено. Вот эти очередя, конечно, это жесть. Интересно, есть кто-то в посылочной? Такой очереди я просто взял и прошёл. Так, объясняю, друзья, как я прохожу. Ну, во-первых, у меня там почтовая скринька, да? Раз почтовая скринька, это одно. Во-вторых, если ты отправляешь посылки за границу, то ты это можешь делать просто без очереди. Внимательно читайте, что написано, и вы не будете стоять в таких очередях. Значит, дальше. В чём ещё прикол? Если вам нужны гроши, а рядом нет банкомата, а вы на почте, вы сейчас всегда с карты можете снять, ну, я не знаю, как в других городах, но в Киеве, на почте, на Укрпочте просто берёшь, снимаешь. Держи косарь. Раз, два, три, четыре, пять. Ещё косарь. И ещё косарь. То есть из расчёта где-то 2000 интернет и 500 спахать участок. Ну, участок спахать там должно быть меньше, где-то говорили 30-40 за сотку. Ну, там раз проборонить надо, потом ещё что-то. Ну, короче, максимум 500 гривен. Если шо, звонишь мне. По интернету тоже, если шо, там звонишь мне. Всё. Косарь, конечно, в селе давать косарь кому-то. С косарём будешь крутой чел. На селе. Остальные. Остальные, чему я буду. Косарь никому не буду показывать. Этот за интернет можешь отдать. Там забудут два косаря оплатить. Так что. Ладно, полетели мы. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Там говорят на выезде с Киева, на въезде и на выезде. Проверяют температуру. Сейчас посмотрим, проверят нам челеть. Всё, Серёга, мы уже на Броварском. Уже это? Семчалочку. Пару доярок зацепили. А, нет, они дорогие. Ну, если работать будет по городу, без денег. Ну, и это. Дом в доме перед сном. Ну, это тоже приготовить. Ну, это тогда тебе вселенная-то. Там тоже по трассам, я смотрю, гуляют. Девчатаны. Ищут что-то, не знаю. Может, потеряли чего-то. Да, так тут всё закрыто. Всё закрыто. Видите. Что-то сегодня я даже доярок тут не вижу. Разогнают. Заболели, может быть. Разогнают. Да, Господь. Да, он на той стороне дежурят. С этой стороны, видишь, никого нет. И не холодная бедняжка. А вот, глянь, смотри какая. Ох. У-у-у. Настоящая доярка, да? Так, ладно. Полетели. Время-деньги. А то ещё дождик накрапывает, блин. Полиция. Блин, а можно вот такой Lexus купить, а? Не сильно большой, блин. Цвет мне не нравится. Наоборот, цвет хороший. Это самое. Часто мыть не надо. И расход у него 15 литров. Правда, не супер вместительная машина. Но уже вмещается больше, чем в эту. Вот какого машину надо покупать. В соле очень пригодится. Выгребную яму вычищать. Ух, огонь. Что самое интересное, Серёга, когда-то на такую говнооску мне предлагали за долг отдать, короче, там, за 2 тысячи долларов. А не, она стоит меньше сейчас. Ну, мне на тот момент предлагали, блин. Я отказался, блин. Вообще, наверное, хороший бизнес. А это говно отсасывать. Знаешь, сколько стоит говно отсасывать? Сколько? 2 тысячи гривен. Да, 2 тысячи гривен. Да, полная говнооска 2 тысячи гривен. Стоят полицейские, стоят. Остановили нас. Ого. Нас остановили. Что будут делать? Непонятно. А ну, на, подержи, Серёга, камеру. Сейчас я маску одену. Добрый. Чего вы свет не включаете? Ой, извиняюсь, на заправке был, забыл. Виноват. В райзе порядок документов. Нет, всё. На вас машинка? Да. Всё, счастливого. Ага. Не, 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 всегда включаю, блин. Добываться не творите. Что-то я забыл. Блин, всё время пацаны езжу со светом. Что-то я, короче, это, накосячил. На заправке потушил и, блин, больше не включил. Виноват. Когда виноват, надо просто признать, что ты виноват. Ну, всё, и ехать дальше. Так что полетели. Вот какие полицейские в Украине. Лайк вам. Предупредил. Пожелал счастливого пути. И до свидос. Америкос. А говорили, на выезде с Киева температуру меряют или там ещё что-то. Ну, вы видели, да? Всё, покинули столицу. Видя. О, трактор, Серёга, вот тебе такой трактор надо найти. Да. И вспахать там у нас всё. Да. Целину буду пахать. Глянь, как ветер дует, а шивы, видишь? Распушились в эту сторону. А, да. Красиво, да? Да. Так, нам ещё 40 минут до села. Мы сегодня поехали вообще другую дорогу, изучаем другую дорогу, чтобы по пути, чтобы не знать где-то. В Черниговской области въезжаем в Киевскую область. И нам тут ещё совсем чуть-чуть осталось. А тут? Да, я смотрю в окно. Хеш, я смотрю в окно. Нашёл себе водителя. Отвези, привези. Хочу в село. Ти не доспала, И водила меня У поля Край села. И в дорогу Далеко На заре Ти меня На роззаре Проводжала И рушник И рушник Вышиванный На счастье На долю Дала Аплодиспендр Аплодиспендр Нормально поёшь? Да вот хочу зайти в местный дворец культуры В дом культуры То есть устроиться туда Концерты буду Давать На досуге Вечерами Вечерами Серёга, прикинь тебе Вот такой транспорт, брата Ну да Вот такой Что это он набрал? Разве на мотоблоке Попёр Такой Погрузил Это самое Золотишко На телегу И на мотоблоке Попёр Потихоньку Сеном Привалил И нормально Подъезжаем К нашему Селу Серёга Вот такое Поле Должно быть У нас Огородец Вот такой Гладенький А он и трактор Кстати В этом поле Ой, очки упали Поймай, пожалуйста Гладень Щучки Вон трактор Видишь В поль А там что-то И полицейские Блин Моргает Пожорка Сейчас возьми Приедешь Вот сгоняй К нему сюда И спроси Должная служба Походу Мы в селе Сейчас Серёга Останется Решать Сельские вопросы Я до дома Мудокаты Школа Не знаю Выяснить Вы прибыли К местоназначения Отлично Ну тут Ну право Тут церковушка Ну да Вот она Смотри Куда магазин Ну вот Ты уже Ориентируешься Вот А он Дров Сколько Нормально Да А то Чужие Ну Ладно Тут кладбище есть О Тут кладбище Возле церковной Нормально Здесь все закрыто Видите Пока у нас Как закрыто Вот так Ну ничего Скоро И Разбогатеем И забор Сделаем Серега Притарился Вених Взял Херсонский Хороший Ну Это сегодняшний У меня ужин Будет Такой Ну Конечно Я Поставлю На завтра Все Я не съем Вы видели Меня Я ем То есть Ем много А сам Худой У тебя Сколько Ключей От дачи Да Не все Много Открывается Наша Усадьба Пока Так Заходите Ости Дорогие Ох Ля Тут Ландыши Уже Как Ля Уже Как Проросли Потом Будет Красиво Серега Только Тут Не дави Их Тоже Вот Тут Надо Зароди Убрать Чердак Вот Это Надо Блин Закрыть Мне Так Нравится Вот Этот Сарай Блин Вот Красиво На фоне Сарая Это Бы Тоже Прям Сейчас Бы Остался Блин Еще Есть Дела А Сереге Надо Все Это Будет Пахать Здесь Наш Участок Накосил Пока Прикрутит Вот Это Скотчем Специальный Скотч Мы взяли Что Он Не Закрыл До Конца Там Вода Наверное Набралась Вот Серега Вот В этот Сарай Ух Ты Это Курятник Для Куры Серега Надо Тебе Курочек Завести Вот Для Курей Курятник Это Курятник Нормально Иди на Секундочку Кое Что Покажу Вот Смотри Братан Вот Здесь За домом Что я Говорил По поводу Природной Беседки Смотри Вот Получается Орех Понял Вот Здесь Вот Это Можно Чистить Мелкие Вот Здесь Поставим Стол А Вот Это Вокруг Не Вздумай Трогать Вокруг Понял Вот Смотри Вот Эту Ветку Можно Спилить Сухую Вот Сухая Ветка На Дровах Видишь А Можно Спилить Видишь На Дом Лезет Вот Это Можно Убрать А Вокруг Просто Как Затишек Вот У Сухое Дерево Если Это Дерево Сухое Он Видишь Можешь Пилить Его На Дровах Оно Сухое Красотища Блин Я Прям Сейчас Б Остался Блин Ну Еще Не Отпускают Делиш Городские Нормальная Ферма Сейчас Серега Выгрузится И я Домой Серега Ты ж Не забудь Сегодня Молока Купить И печенюху Домолому Я сейчас В магазин Пойду Ну все Тогда Проводишь Меня Я Погнал Да Да Вернуться В Киев О Вымедив Красота Везти Буду Завтра Сейчас Магазин За печенюхой Молоком Дрова Колоть И Топить Печку Пока Не темно Главная Задача Тебе Это интернет И вспахать огород Это главные задачи Интернет Где-то вот тут Надо куда-то Чтоб сюда протянули Чтоб где-то вот тут Поставить Вайфай Вот с этими шмотками Что сделать Шмотки Смотри Что не надо Все Ну как по мне Все не надо Вот Пересматривай Что не надо В топку Я тебе вот Сто процентов Глянешь А прикинь Если там Полный колодец Набрался воды Как теперь Ее открывать Нырять Нырять туда придется Хорошо, что маску взял Смотри Видишь Сочится В натуре сочится А ну Давай Ух ты Ее моё Ну хоть Не полный колодец Просто мокро Видишь Мне царски повезло Короче Ты ее закрой Чтоб она подсохла И потом Закрути скотчем Этим А сюда Потом может Свиней Заведем Посмотрим Да Да Если будешь кипяток Кипятить Будет оставаться Выливают сюда Это муравейник Как-то надо вывести Отсюда муравьев Может кто в комментариях Подскажет Как вывести Потому что Вот это Тут огромный Муравейник Нарывают Если кто-то знает Как вывести Подскажите Пожалуйста Кроме как Кипятком Кипятком Мы сами знаем Вроде Смотри Уже не рад Вот смотри Вот видишь Сразу Мы наверное Починим Вот этот забор Который Колышки Стоят Вот эти Проволоку Надо будет Просто натянуть Ну да Смотри Видишь Они стоят Хорошо Пока Друзья Тут Одну Мать А все остальное Вспахать Как вот можно Трактором Вспахать Все было Вот такое Вот такое Как вот на этом Участке А потом Посадим Какой-то Вьюн И он Обовьет И все Вот такой Забор Сидит Смотри Знает Серега приехал Будет курочку Готовить Вот тебе Кот А не курочку Не поделился Прошлый раз Давай Езжай Давай Я поехал В магазин Да Задомового Не забудь А я погнал В столицу Пока Пока Звони Если что Деньги не забыл Нет Все друзья Я поехал Серега Сам тут Хозяинует Управляется Я уже жду Не дождусь Когда Когда мы Уже Семьей Тоже Приедем Сюда Просто Пока Надо Чуть Порядочек Поднавести Я на Киев Давайте Блин У меня Не отпускает Отсюда Как же Тут Хорошо Прикольно Переехать Правильно Хочу показать А то я показываю Сельскими дорогами Сельскими Вот Трасса На Полтаву Вот По этой Трассе Можно ездить То мы Проезжаем Просто селами Смотрим Там Как шоу Устроено Как Кто что делает Кто Кто Чем Занимается Это Это Мы Только Знакомимся С селом Друзья Поэтому Нам Больше Интересно Поездить Через Село Просто езжу И смотрю Вот 50 Милометров Сейчас До Моего Дома Вот Здесь Дома Стоят Ни реки Ни леса Ничего Вот Для чего Для чего Непонятно Тут Каждому Конечно Своё Безусловно Я Такое Не понимаю Ну вот Как Не по рыбальне Ничего Поля Поля И дома Вот Не видеть Поэтому Вы Мы Друзья Выбрали Чуть Дальше Но Зато С рыбалкой С поиском Клада С лесом И всего Лишь В 100 Километрах От Дома Наш Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...